Всем привет! У нас совершенно неплановая съемка. Мы очень долго собирались. Тут нас зазвали в гости к ребятам, занимающимся бонсаями. Мы уже про них не раз слышали. Оказалось, что мы даже знакомы. Мы пока еще сами ничего здесь не знаем. Но вот давайте начнем вместе. Это вот оранжерея открытая. Это японские бонсайи, настоящие. То есть тут есть деревья древние. Что такое бонсай? Ну, условно, это карликовое дерево. То есть это дерево, выращивающееся в маленьких плошечках. У нас была клиентка, которая ими очень сильно увлекалась. И проблема бонсаев, то, что настоящих бонсаев. Потому что большинство из них требует периода зимовки, периода покоя. Все время подстригать все это надо. Это очень непросто. В летние периоды земля очень быстро просыхает в этих плошках и выращивается. В специальном грунте. В основном это кодамы или разные смеси. Есть вот такие штуки. Это я уже знаю. Сюда добавляются удобрения. в виде таких катышков. Тоже какие-то особенные. В общем, целая культура отдельная. Мы знаем бонсай, самые обычные наши голландские, которые у нас тут бывают. Ну вот мы зашли. Первое, что мы видим, это холодная оранжерея. Продажная. Здесь все продается. Короче, я потеряла даже дар речи. Я вам просто это покажу. Это сельгинелла. Не уверен, что она счастлива, но она жива. А еще вот такие ягодки. Прямо вот фиолетовый. Это называется красиво плодник. Летом это зеленое дерево, а потом вот такие фиолетовые ягодки остаются. Вот этому бонсаю 30 лет. Называется это компания Bonsai Sale. Я оставлю ссылку на них в описании. Ну и так вот. Из яркого. Это апельсинчики. Тут где-то еще были яблоки. Есть еще рябина. Ну что, давайте начнем экскурсию. Да, начнем экскурсию. Врад приветствовать вас в магазине настоящих японских Bonsai Bonsai Sale. Меня зовут Горбачев Павел. И я здесь работаю с августа месяца. Чем мы занимаемся? Валерий, сама компания организованная, вдохновлена, и главный наш мастер это Валерий Питов. Он 20 лет из Японии поставляет настоящий бонсай. При этом он сам занимается бонсай. У него даже есть один из дипломов японской выставки. То есть он выставлял одно из деревьев там. И японцы оценили его работу. Соответственно, что здесь у нас представлено? Здесь у нас представлены классические японские деревья бонсай. Вот это вот огромная скала с можжевельниками и тайгава. Это не просто кучка муха, это камень, на которой посажены можжевельнички. Ой, там даже какой-то печеночный. Да, моршанца. Да, моршанца у нас сама расползается везде. И вот здесь вот папоротнички периодически вылезают. Я их буду спасать и пересаживать в отдельные плошки и делать из них в самолон. Вот шикарный тис, который азиатский тис Куспидата. У него хвоя более мелкая и интересно располагается. А здесь большая масса мёртвой древесины отбеленной. Вот это вот живая жила, с помощью которой питается вот эта вот зелёная часть. В горах часто такие деревья встречаются в естественных условиях. А это как-то специально сделали, чтобы она была умерла? Да, специально. Вычищается, полностью стилизуется, имитируется дерево из гор. А то есть это дополнительная штука или это... Нет, это часть этого дерева. Как же его убивали? Погибшее, оно само погибло? Или его как было? Иногда, если это ямодорный материал, то есть ямодорный это взять с горы, выкопать с горы. Если ямодорный материал, тогда да, какая-то часть бывает сама уже отмерла изначально. А если это какой-то садовый материал или специально выращиваемый, то часто часть дерева искусственно умершвляется, чтобы создать вот такую... А как же умершвляют? Снимается часть коры. Нифига себе. В чём снимается не просто так содрал кору, где попало. А нужно именно там снять, потому что каждая веточка у хвойных питает корень. И каждый корень питает веточку. Если ты прервёшь вот эту связь, то у тебя или корень отобрёт, или ветка отобрёт. Ничего себе. Обязательно нужно учитывать эту тонкость. Класс. И снимается это не один раз просто сняли всё. Это многолетняя работа, когда по чуть-чуть, по чуть-чуть, по 3-4-5 миллиметров снимается кора, и она продолжает нарастать в эту сторону. На тисах это не так заметно. Более заметно на можжевельниках варианты. Вот она живая жила, вот эта вот уже часть она умерла. И вот вторая живая жила. То есть это прям часть стебля живая? Дохлая часть, она не гниёт снизу? Она обрабатывает... Ну, снизу сразу подгнивает в любом случае. А вот эта часть белая обрабатывается серно-кислоизвестью, периодически, и подкрашивается, чтобы проявить вот эту вот красоту. А, так это ещё и крашеная? Да-да-да. Идёт специальная подкраска и обработка против гниения. Это как функицит. Да, функицит. И вот эти две маленькие жилки кормятся вот эту большую зелёную массу. Ничего себе. И когда бываешь в горах, реально встречаешь вот такие деревья. Ну, в природе... Большая часть дерева погибла, а какая-то часть вот сохранилась, зелёная растёт. Я думала, это не специально, это, кажется, ещё специально делают. Ничего себе. Да, вонса специально стилизуется. Офигеть. Пляр многоствольной белой японской сосны. Валерий над ней как раз на прошлом деле поработал. Я вам там фотку скину, как мы её выставляли в нишу тэканому в нашу. Мы настолько увлеклись Японией здесь, что даже сделали свою личную нишу тэканому. А если большинство белых сосен чаще всего прививается на чёрную сосну, чтобы получился такое массивное мощное основание и дальше белая сосна, потому что белая сосна растёт более тонко, изящно и не так мощно, то вот эта вот, она корни собственная. Это очень старое дерево. Видно по коре, она начинает уже лущиться, шелушиться. И это дерево имитирует небольшую рощицу. Так в природе полностью. Бонсай – это не просто копия дерева, а это миниатюрное, творчески переработанное, творчески переработанный образ дерева. Мы не создаём идеально, что вот веточку сюда, мы создаём такое ощущение, что вот у вас, вам кажется, что это какое-то дерево из леса, которое вы всегда можете в горах увидеть. Вот плён горный. Смотри, какое основание. Сколько же ему лет? Это называется небари. Ему больше 40 лет. То есть, вот представляешь, как разрастается на сплошке вот это вот основание нижнее. Слушай, ну вот один раз его засушить, если этот штрук будет? Или нет? Ну, если хорошо засушить, то да. Ну, хорошо сушить не надо. Ну, это понятно. Ну, просто здесь такой объём земли как бы. Ну, здесь мы летом поливаем, бывает или один раз в день полив, или два раза в день с утром-вечером. Смотрим по грунту. Причём полив не так, что вот регулярно, там надо раз в две недели, ой, раз в два дня полить. Ну, проверяешь. Влажно, не влажно, да. Если сомневаешься, можно даже приподнять дерево. А отверстия снизу никаких стабилетов? Обязательно. Обязательно, есть. Ага. Потому что через эти отверстия дерево фиксируется к плошке. Потому что если они будут зафиксированы, любые движения, они повреждают корни. А, там прям какие-то проволочки есть, да? Да, обязательно проволочки. Плюс, в каждое отверстие там лежит специальная дренажная сеточка, зафиксированная проволочкой, чтобы грунт не высыпался. А какой дренаж, грунт? Грунт используется чисто, когда мы с керезом, она же быстро сохнет. Ну, здесь у дерева, ну, быстро сохнет, но за сутки точно не пересыхает. Вот это средним поливаем где-то грубо раз в два дня. Ты мог, наверное, еще держать, да? Отчасти да, он сам нарастает. Вот интересный экземпляр. Если это клён пальматум, а это клён бургерианум, у него небарий вот от края до края плошки. А вот это что? А это карбушка. Сюда закладывается удобрение, и при поливе оно потихонечку растворяется органическое, биоголт. И даёт питание дереву. Потому что бонсай не нужно мощного питания, когда дерево развитое. Питание подаётся дозировано понемногу. Бонсай – это не замученный задохлик, это пущущее здоровье, полноценное дерево. Просто оно маленькое. А если его в большой ёмкость пересадить, оно вырастет? Да. Если его посадить где-нибудь в Сочи, в грунт, это вырастет здоровое дерево. Бонсай – это обычное самое дерево, просто японцы подбирают сорта с более мелкими листьями. Потому что когда у тебя лист мелкий, у тебя получается более гармоничное и интересное дерево. Он маленький за счёт того, что корням не даёт возрастать? Не даёт корням расти и обрезают. Бонсай – это искусство управления ростовыми энергиями. То есть мы не даём расти макушки, опекальные части, развиваем боковые ветлини. И чем больше порядок ветлини, тем мельче лист. То есть у дерева в среднем площадь листвы одинаковая. То есть у тебя на дереве может быть два листа размером десять квадратных метров, а может быть сто тысяч листов вот такого размера. Соответственно, чем у тебя больше ветвлений, тем мельче лист получается. И это можно и на обычных фикусах бенджамена? Да, на фикусах абсолютно так же работает. Сколько у бенджамена можно минимизировать лист? Зависит от частоты обрезки. В принципе, я думаю, такого размера можно уменьшить. Если Наташу использовать, Наташа сама всеми околест, её бонсайст очень любит. Тропики мы отдельно туда пройдём. покажем. Это называется джин, когда ветка оголена от коры. А вот такие вот участки, оголённые от коры ствола, называется сяри. Кошмар! То есть этим имитируется возраст дерева. Да, понятно. Валерия выращивает, по сути, черенка. У нас на сайте есть история создания. За себя обычный мир что-то вот такого размера. Лист. Да, совершенно никакой разницы. Но этот помоложе, этому лет 15 всего. Да. Поэтому 20 лет. Да, потихонечку мы наращиваем ствол. Здесь такая технология, выгоняется в большой куст, наращивается толщина ствола. После этого он в определённом месте отрезается. Вот здесь даже это видно. Вот она, вот эта точка. Здесь был срезан ствол. Называется жертвенная ветка. Та ветка, которую мы жертвуем, вроде толщины, слава ради будущей красоты ерева. Или вот вязик ещё, Малера, уже делает его 20 лет. Самое интересное здесь вот это. Это что? Как сделано ветвление, посмотри. Подробно, подробно. А, на листьях. Разведена. Так, чтобы они друг друга не прикрывали. Вот, кстати, тут видно, видите, тут проволочка. Вот этими проволочками фиксируют ветку, чтобы она принимала нужную форму. Потом всё это снимают. И вот если взглянуть на эти кроны, ну вот, в общем, видите, прикольно. Очень красиво. На один сезон ростовой накладывается проволока, нарастает слой древесины, после этого проволока снимается. И смотрим. Если ветка запомнила положение, всё, больше накладываем. Если нужно ещё, там, чуть-чуть она выгнулась, поднялась, уже в другом месте накладывается, чтобы по той же самой точке не прикрывали. Слушай, ну, стрижка же это тоже, это же чума. Вот это основное просто. Удаляется всё лишнее. Оставляется... Часто надо стричь такое? Ну, вот этот раза два за год, ну, три максимума. Не в час, тогда, потому что... А дерево, когда начинает вот так вот в маленьком объёме расти, большая зелёная масса, оно не выдаёт бешеных стрел. Когда у тебя в тазике растёт, там оно, да, стреляет, куда хочет. А уже более-менее сформированное дерево, оно так неспешно растёт. Ну, вот дзельква. По сути, они родственники, только весной у нас листа падят, меняют листья. Вот дзельква. Здесь всего сантиметра почвы. Очень маленькая площадка. И вот смотрите, какой ныбари. Ныбари – это вот эти вот красиво расходящиеся в разные стороны корни. То есть они равномерно по всей окружности ствола расходятся красиво. Это вот особо ценность. То есть это как раз показывает возраст дерева. Если в горах были, часто деревья растут в таких вот шикарных расползающихся корни. То же самое имитируется здесь. Есть? Мы обсуждаем деревья, которые быстро растут. Вот, условно, вот у них есть такой мудринчик. Подвинься. Ты его сажаешь. Плошечку. Вот был просто вот такой вот. У него немножко ствол направили. Пересадили в другую площадку и развели ветки. Уже начинает напоминать дерево. За пару лет вот эти вот части начинают обрастать. Становятся более пушистыми. Тримерчик показать. Это еще не готово. Да, становится более пушистым, обросшим, и все, уже менять уже на дерево. Я видел, можжевельники сажают в открытые флорариумы. Ну, китайцы, непонцы. Делают скалу. Вот, грубо говоря, водопад. На краешке ставят можжевельники. Это реально, а иные все-таки зимовка нужна. Зимовка нужна. Но эта ИГАВа отличается тем, что зимовка ей нужна хотя бы до плюс 20 градусов. Но при этом он будет расти. Если ему устраиваешь нормальную зимовку, где-то 0, плюс 10, он замирает на это время, потом более активно, более так, пушисто, плотно растет. А если до плюс 20 температура, при этом влажность повыше и свет есть, то он начинает чуть-чуть более разрезанно расти, но растет. А если выше, то помрет? Он не помрет. За сколько-то много циклов он ослабнет и станет таким рыхленьким и красивым. Для того, чтобы вот такую плотную шапочку получить, нужно более прохладное условие. Если даешь более теплые условия, то шапочка получается более рыхлая. А свет? Сильный? Свет, ну, в принципе, как и любым растениям тропическим. Даешь такой же все. Это если он у тебя растет. Вот здесь у нас света нет, потому что здесь у нас холодно, температура понижена. Здесь дневной свет теплиться, естественно, не бывает. А летом ухода и более? Летом ухода здесь вполне. Здесь поле карбонаджа. Здесь поле карбонаджа, теплица, да. И часть деревьев мы можем на улицу, то есть они прямо на улице под живым солнцем стоят. Еще есть теплолюбивые вот эти вот кипарисовики. Слушай, а они не сгорают, когда вы их выносите, или вы тоже притеняете? Да, привыкаем, привычаем, да. Это вот кипарисовик. Называется, ну, если ботаническое наименование Аптуса, это тупой. Японская хинокия. Здесь получается очень интересная композиция. Есть у нас такие, как и Мура. Это композиция. У него сделаны вот так вот два камня, и на одном из них вот так вот лесом ровно растет. Вот это вот такие мужирейников сделаны. А это, оказывается, не рябина. Это пироканта. Пироканта с оранжевыми плодами, с красными плодами, вот с такими маленькими красными плодами. Сейчас. Вот. Маленькие края сейчас вот краснеют. И вот такими желтыми плодами и опушенными листьями. Они не родственники? Они все родственники, это все пироканты. Ну, я имею в виду, не родственники рябины. Нет, нет, они очень похожи. Ну, очень похожи. Рественники разноцветные, но не настолько близкие. Я думаю, это правда рябина. Ну, ладно. А вот ваш любимый гуселгиналка. Да, мы уже сняли ее. Это называется кусумано. То есть это композиция страв, которая является компаньоном бонсай. Обычно ставится дерево в нишу экономы, рядом ставится кусумано, которое подчеркивает возраст дерева и дает нам ассоциацию к тому месту, где растет этот бонсай. И часто вот здесь вот под деревьями подрощится. Ага, можно найти штуки, да? Из Японии сама растет. Но ей же родой не хватает. А ее сильно не кормят. Ее не надо сильно кормить. Если сильно кормят, она разойдется, бешеная будет. А вот как раз вот это вот, вот это вот яркий, как раз показатель осени. Когда ставим салгинелла такого цвета, в таком состоянии рядом с деревом, мы показываем осень. Если она будет пышно-зеленая, пышно-яркая, соответственно, мы показываем весну-лето. Все подбирается. А весна и лето, может, подкармливаете побольше, она... Особо не подкармливаемая. Вот что есть, то есть. Тем и питаются. Каждую стручку по отдельности. Короче, это горшок за 40... Больше, чем 40 тысяч рублей. Да. И салгинелла. Да, и салгинелла. Ну, достойному дереву должно быть достойное дополнение. Так, это лиана. Это лиана, да. Из которой японцы делают бонсай. Причем, чтобы вот этот вот жиденький прутик превратился вот в такой вот стволик, нужно лет 20. Чума. Как минимум. Но при этом у них супер-супер плотное ветвление. Вот, если посмотреть. И он еще и цветет. Второе название Звездчатый жасмин. Так, а латынь, трахилосперму. А как она выглядит без бонсайной подготовки? Ну, то есть... Длинный, длинный... Размер листа. Просто зеленая стена. И все. Вот такая вот длинная. Это субтропики. Прикольно. Здесь есть какой-то прохладный холл, то его можно сажать. А лист такого же размера? Или больше, наверное, чуть-чуть побольше можно. Примерно такой. У него лист не сильно уменьшается. Периодически вот эти длинные холсты отрезаются, и все. Формируется плотное дерево. Вот более взрослое дерево. Точнее, я бы сказал, даже очень взрослое. Да. И цвет совсем другой. Да. А по осени они некоторые меняют цвета. Они листопадные? Нет. Частично. Вот этот вот решил побуреть. Эти стоят за деревом. И в одинаковых условиях росли. Причем даже этих вывозили на улицу, и этот здесь стоял. В тепле. Очень многие спрашивают сакуру. Сакуру хочу, сакуру хочу. Показать, как сакуру выглядит? Да. Вот она. Это у меня рядом с дачи на рынке. Часто продают. Но самое интересное, как она будет цвести, вот это вот цветочные почки. И в сакуре самое-самое ценное, это как раз весной, когда она цветет красивыми махромами, розовыми, розовыми, белыми цветами, очень нежными. Сколько лет? Ну, это привитое растение. Если так, на вскидку, лет 10. Судя по рядам. А прививается она какую-то более простую вишню. А это уже, непосредственно, красивая, культурная. А все лето у нее обычные листья, как у черешни, у вишни. То есть сакура, это не какое-то мифическое дерево. Это деревья рода пронус, объединяют абрикосы, сливы, вишни и даже черемухи. И главный признак у сакуры именно технологический, после цветения сакуры можно сажать рис. То есть грунт уже настолько прогрелся, что сакура отцвела, все, рис. Это примерно, как у нас черемуховые холода, вот эти вот. Ну, понятно, да. Сначала сама культура попала из Китая и считалась таки вот аристократическое любование сакуры, а потом пошло в народ. И сейчас у них ханами, это такая большая пенка под сакурами. Японский первомай. И цветет сакура. Поскольку Япония протянута с севера на юг на 1600 километров, в них в каждом регионе есть своя сакура и сезон цветения начинается где-то в конце февраля и заканчивается уже в мае на севере. И в них есть даже специальная карта цветения сакуры. Прямо так. Сакура наступает на страну снизу вверх. Сколько цветов будет на этом деревце? Так, раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, восемь, десяток. Немного. А, небольшие, наверное? А, маленькие такие. Такие. Пушистые. Так, это яблоня. Да. Она очень красиво весной цветет и потом осенью такие плоды. Причем... Вы их кушаете? Они кислые. Они кислые или невкусные. Причем, плошка подбирается специально по цвету в контраст цветам и плодам. Чтобы подчеркнуть красоту дерева, цветов, плодов. То есть, вот эти вот тисы и другие хвойные, там, сосны, мужевельники не просто так коричневых плошках. А коричневый цвет лучше всего подходит под этот тип дерева. Он характеризует его. Здесь даже плодки не просто так. Все подбирается. Так, ребят, сейчас я вам... Сейчас, секунду, я покажу ребятам то, что меня просто убило. Посмотрите. Это же вообще это просто... Это сумасшествие. Это бонсет размером маме. Маме это дерево до 7 сантиметров. 5-7 сантиметров. Да, и говорят, что его можно в таком размере держать там сколько угодно. Вот этот вот приехал из Японии года 2-3 назад. И там еще росло лет 5. Чума просто. Такие они классные. Здесь ограниченный объем питания. Ну, полив полноценный. Вот такая красота. Такая штука стоит примерно 11 тысяч рублей. И куча-куча времени на работу. Я могу часа 3 говорить. Вот этот вот камушек не просто так лежит. Это называется суисеки. Ну, еще у суисеки обычно делается деревянная подставочка, в которой выставляется этот камень. Тогда смотрится очень интересно. Это лава. Этот камень приехал из Японии. Очень тяжелый для лавы. Я уже попробовал. И он звенит. Как будто стеклянистый. Стеклянистый. черного цвета. Она тяжелая. Вот у нас груд есть бонсайный. Сейчас израсходовую весь, пока сложно из Японии привести. Она черного цвета абсолютно. И тяжелая. То есть полив 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 это все-таки пемза, да? Это пемза все-таки. Вот этот красный ее называют лава для упрощения. А есть еще пемза, который черного такого цвета. Черная, хрупкая такая. Ее можно руками там ломать. Ну, это совсем пемза какая-то. Но она легкая. Да, они все легкие. Именно лава настоящая. Вот лава, песок лава. Вот лава, вот песок лавы. А дайте я тоже попробую. Вот и моя рука. Попробуй. Ух, ё! Но вот такие вот образуют красивые ниши каверные. Ты можешь посидеть пофантазировать, что вот это горы какие-то вот там могут быть водопады. Я там дальше покажу свои всякие оформленные по правилам специальной поставки. Дайте. А тут наши тропики здесь до 15 градусов в среднем. Да, мы пошли греться. Тут маленькие фикусы растут. Ой, как здесь тепло. Скромный фикус возрастом 60 лет. А то я выключала камеру. Да, малюсенький. Он там у второго фикуса посерединке тоже 60. Это микрокарпа. Это мы знаем. Как ни странно. А вот это всего 90 лет. Капец, да. Всего. Они приехали из Восточной Азии. Валерий их переформировал. У них была более плоская крона и более прямая. Он оттяжками развел и сделал в более японском стиле, но при этом оно становится похоже на настоящее дерево. Если мы себе представим, что мы гуляем под этим деревом, то человек будет ухудшимого роста. в природе реально 200-300 летний фикус вот так и выглядит. Плюс еще свисают воздушные корни активно. Вот это одно из немногочисленных хвойных, которое может расти в квартире раукария. Это кунингамия. Есть более мягкие сорта раукарии. Это вьетнамские фикусы. Целая коллекция у нас. Это разновидности фикуса бенджамина, но растут они по-другому. У них кора не такого цвета, более фактурная. И этим деревьям больше 30 лет. Это сорта намдиена и тому подобное. Корни им как-то так формировали, постепенно их вытаскивали из земли. Куда ни плюн все больше 30 лет. Наверху помоложе, они так поактивнее росли. А он тут прикольно, он на ножках такой стоит как будто на лошадку похож. Он на корнях стоит, на ножках. Забавный. Побег может быть 20-30 сантиметров. Как обрезается? Мы отсчитываем первые 2-3 листика самых маленьких и все, что выжать, отрезаем. Первые листья всегда у фикусов помельче идут. А дальше, когда он развивает побег, он начинает увеличивать размер листовой пластинки и все, и уходит бешеный размер. А когда ты оставляешь всего 2-3 листика и срезаешь, у тебя получается более плотная крона, потому что на месте 2-3 листиков просыпаются еще 2-3 почки, а то и 4. И крона становится более плотной, и при этом вся энергия этого побега делится на 2-3-4 почки. И уже за счет этого лист становится меньше, потому что до этого вся энергия в один лист пускалась, два листа, а теперь она тратится в десяток два десятка листиков. Именно энергия от корней идёт. А не бывает такого, что перережешь и перестает расти? То есть боковые почки кончаются? На макушечной части редко такое бывает, потому что топикальное доминирование у всех фикусов естественной природы. Боковые ветки бывают, но тоже есть... Что тогда делать? Что делать? Даешь мощную досветку именно на эту ветку, более точечно, и ты возбуждаешь это дерево, или просто вот так вот смотришь и выращиваешь так. деваться некуда, гормоны стремятся, фитгормоны стремятся туда, туда, где вверх стремятся. И всё. То есть это геотропизм. Где вверх, корни вниз поэтому растут, а листья вверх. Положил на бок, у тебя начнет развиваться вот эта зона активнее. Всё. Когда надо полить, перевернул, полил, поставил обратно. В чём про полив отдельно могу рассказать сейчас на это говорить. Я так думаю, что вот это не просто так здесь стоит. Да, здесь стоят, что не просто так стоят. Самый-самый лучший вариант полива. Берём дерево, бонсай, и просто опускаем в воду на 2-3 минутки. Этот вариант полива гарантирует, что весь корневой ком промочится. Потому что когда мы льём из лейки, то есть смотри, к примеру, сюда, со временем в московской воде жёсткой образуется здесь вот корочка. И ты поливаешь, у тебя вода сходит и уходит вот здесь в пространство между гашком и грунтом или через край. И всё. А внутрь не попал. То есть можешь 2 литра а дерево будет сухое. При таком варианте полива всё поливалось. При таком варианте полива дерево проливается очень хорошо. После этого ты его достал, лишнюю воду слил и поставил обратно на его по-разному месту. А если поливать космосной водой не будет недостатка минералов? Ну, если органикой подкармливаешь, то не будет, всё нормально будет. Естественно, дождевая вода, она... В органике же там ни кольца, ни магния особо... Немножко есть. Там они делают именно специальное органическое одобрение, а бонцанин не нужно столько прям бешеное, бешеное количество энергии. То есть, что-то он чуть-чуть берёт и за кадамы, там какие-то есть вещества. Потому что кадама это глина, которую добывают в Японии, и она имеет структуру так плотную достаточно. Вот, например, какой-то фикуса. А кадама это гранулированный грунт. Ну, тут смесь из кирио, вот это вот кирио. Коричневая кадама. Она плотная, то есть, её вот иногда не сразу можно пальцами раздавить. Если кадама раздавливается легко пальцами просто вкажешься, это значит или старая или не очень хорошая. Вот. А в чём тонкость этого грунта? Если вы бонсай пересаживали комнатные растения, да, не бегать. А если вы пересаживали комнатные растения, часто, ну, вы это пересаживали, я жду. Да. И сейчас я кого-нибудь поймаю, поменьшу. Я приезжаю из Европы, они в транспортировочном грунте наслые кокосового торфа. Когда мы его вынимаем, у него все корни находятся по краю. То есть, там внутри корневого корма, ну, мы поняли. Там внутри корневого кома корней достаточно мало, потому что там нет воздуха. Корни всегда растут на границе вода-воздуха. И это всё потрошить лучше всего. Всё это потрошишь по весне как следует полностью и заменяешь на акадаму. А специфика акадамы, что за счёт того, что гранулы не укладываются очень плотно, всегда есть. Вот эта граница земля-воздух, всегда вот там вода-воздух. Она во всём объёме. А после такой пересадки очень сильное повреждение корней идёт сильно? Дерево страдает вообще? В принципе, не сильно, если делать вовремя. Вот сейчас зимой нельзя. Идеальное время для пересадки фикусов начинается с апреля. То есть, после пересадки у тебя должно быть два месяца тёплых и солнечных. Или нужно делать досветку. Серьёзно. А кадаму перед этим надо как-то замачивать? Или прямо сухую берёшь и засыпаешь? Сухую берёшь и засыпаешь, ты её поливаешь, она сразу в себя забирает воду. Чем прелестна кадаму? В ней залить можно залить при желании, но в принципе это сделать сложно. Потому что вот ты сколько вылил, она в себя взяла, всё лишнее ушло. Спорим, мы справимся. У нас есть люди, которые будут её справиться. Бывают. В современном бонсай используется даже портулакария. В чём это настоящее денежное дерево. Видите, листик круглый и блестящий, как китайская монетка. А то, что вот это длинное денежное дерево, это неправильно, потому что у китайцев не было таких монеток. Монетка круглая. И подписан я в Инстаграме на одного то ли испанца, то ли мексиканца, не помню. У него вся коллекция из этих деревьев собрана. У него от таких малюсеньких до деревьев чуть ли не с меня размером. Это вот один и этот же вид? Портулакария, да. Портулакария афро. Чума. Чего только люди не какционируют. Более классно. У нас были уроки интенсив с Павлом при Тарусе и Георгий Арестов даже приезжал учиться бонсай. Главный двигатель кактусной тематики и суккулентной. По чуть-чуть, по чуть-чуть перенимает опыт бонсайный. Да, интересно. Вот сеточка на входе это очень грамотно придумано. Да, да, да. И когда ты льешь, получается вот такой миленький дождик, который не размывает грунт по дому. Это какая-то... При этом, когда льется, насыщается кислородом еще вода. Потому что очень-очень мелкие струйки. Да. Это какая-то лейка из меди, да? Да, медная лейка. Сделанная... Сделанная япония. Прикольно. Сколько стоит? Ну, это не продается. Не, ну вообще... Ну, есть двадцатку у нас небольшая леечка. Жесть. Нет, давай мы обойдемся. Ну, она стоит по двадцатку. Инструмент бонсай. Обычные классические нужны. Это то, что необходимо любому бонсайсту. Попробуй, как легко ходит. Воу. Вообще невесомо. А если не резать проволоку, то резать, точить по следующий раз через, там, десятилетие. Если аккуратненько обращаться. Такие... Да, слушай. Это, конечно, вообще не... Такие вот три с половиной. Не в сравнении даже с идеей. Такие вот три с половиной покрупнее. Ну, единственное, их нельзя мокрыми оставлять, их нужно после сырой работы протирать, сушить, ржаветь. Ну, чтобы не ржавели, да? Это уже черная сталь. Черная сталь, она лучше всего лигируется и хорошо себя ведет. Маленький самурайский рич. А... Еще... Что показать? Ну, такие вот кусачки. Это тоже. Из основных. Это уже ветки. Серьезнее? Пусть это уже ветки, да, но крупнее. Причем они специализированные. То есть, сделано вот это вот закругление. Когда ты выкусываешь ветку, остается ямка, которая потом хорошо зарастает без шишек. Если ты плоско срежешь, на этом месте хочешь не хочешь, шишка растет. Такое место среживает никаким садовым варом, там, я уже... А есть специальные замазки. Здесь такие есть в виде пластилина. Это вот жидкое в тюбике. Выдавливаешь, замазываешь. Здесь смесь, видимо, этих гормонов и фунгицидов. Садовым варом нельзя пользоваться. Такая гадость, его варят не пойми из чего. Он оставляет жирные следы под этим, вот на этом среде, когда садовый вар обычно используешь, там грибы так хорошо полосятся. Потому что ты просто даешь абсолютно герметичную пленку, но грибы, они всегда, споры грибов, летают в воздухе. И вот ты отпилил, они уже туда попали, ты варом сверху замазал, им там очень хорошо иноэробные бактерии начинают развиваться. Куча всего. Информации, конечно, огромное количество. Мы все не сможем о сегодня рассказать. Наверное, мы заканчиваем. Вот. Ребята, можете подписываться. Очень много интересного у них. В общем, бонсай – это искусство, конечно. Всем пока. С вами были Маша Айкоша и бонсай Сейл.